привет друзья сегодня хочу показать вам как приготовить ягодный бисквит очень простой рецепт но очень вкусный бисквит получается подходит для тортиков очень хорошо нежный вкусный воздушный ягодка распределяется по всему бисквиту и очень прост в приготовлении всем рекомендую ягоду я буду использовать чернику также можно использовать смородину либо же малину для приготовления нам потребуется мука просеянная сахар ягода у меня черника крахмал и яйца яйца начинаем взбивать и затем понемногу добавляем сахар я буду делать бисквит без разделения на белки и желтки яйца у меня хорошо прогретые то есть я их положила в теплую воду поэтому я могу не разделять белки и желтки затем постепенно добавляем сахар уходит примерно 7-8 минут чтобы взбить яйца сахаром вот до такого состояния плотной пены затем в несколько приемов будем дополнительно просеивать муку и вымешивать аккуратно старайтесь как можно аккуратнее вымешивать чтобы пузырьки воздуха не потерялись у вас иначе масса осядет и он будет не такой воздушный разрыхлитель я не использую пользу а и 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 по к и а и и и теперь очень важный момент я году с крахмалом нужно добавлять в самую последнюю очередь в наше тесто прям вот тогда когда вы уже будете переливать тесто форму для выпечки то есть ваша духовка уже нагрета вы высыпаете ягоду с крахмалом в тесто выливаете тесто форму и сразу ставите выпекаться если вы заранее высыпите ягоду с крахмалом в тесто и тесто у вас простоит хотя бы минут 10-15 пока будет греться духовка ягода начнет сильно опускать сок и вас бисквит не так сильно поднимется вот это очень важный момент для выпечки этого бисквита вот я сейчас перемешаю хорошо ягоду сразу выложу тесто форму для выпечки я использую обычно кольца дно оборачиваю либо фольгой либо в начале пергаментом затем фольгой сверху и сразу в духовку выпекать выпекая при 175 либо 180 градусов до сухой шпажки духовке у всех по-разному выпекают поэтому смотрите чтобы не подгорело и чтобы шпажка была сухая этот бисквит относится к классическим бисквитом поэтому при приготовлении тортика его обязательно нужно пропитывать это на всякий случай я говорю для тех кто не знает вот сейчас у меня бисквит готов он остыл я сейчас обернула в пищевую пленку и он не будет холодильнике примерно 3-4 часа он у меня отлежаться это обязательно и сейчас покажу разрез любой классический бисквит обязательно должен отлежаться чтобы влага хорошо распределилась если вы будете сразу его разрезать он будет очень сильно крошится а при пропитке он будет становиться чересчур таким влажным в кашу превращаться поэтому классические бисквиты все должны отлежаться вот смотрите ягодки у нас хорошо распределились текстура бисквит у нас воздушная нежная и очень вкусная для ягодных бисквитов лучше всего подходит черника и смородина они получаются самые ароматные самые вкусные подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите свои комментарии м бисквит Продолжение следует...